Здравствуйте! В эфире Вестник Городской Думы и я его ведущая Татьяна Жуленева. Система видеонаблюдения «Безопасный город» в прошлом году помогла раскрыть 92 преступления. Об этих и других итогах работы благовещенские полицейские доложили депутатам на очередном заседании Городской Думы. Согласно отчету, в столице Преамурии уменьшилось количество особо тяжких преступлений, а раскрываемость наоборот выросла. И особая заслуга в этом участковых. На их долю в прошлом году пришлось 589 законченных дел. Депутатов же заинтересовало, какую пользу приносят полицейским современные технологии, на которые выделяются немалые бюджетные деньги. В рамках программы обеспечения создания безопасной среды в городе Благовещенске была создана система видеофиксации и видеонаблюдения, и как она используется в вашей работе на сегодняшний момент. Поподробнее, пожалуйста. Полицейские заверили, помощь системы неоценима. Записи с видеокамер, работающих сегодня на улицах города, в прошлом году участвовали в 92 уголовных делах, в том числе и в раскрытии убийства директора аграрного колледжа Владимира Хуторнова. Сама же система видеофиксации действует в Благовещенске с 2008 года. И блюстители правопорядка надеются, что в дальнейшем она послужит ничуть не хуже. Тем более, перед полицейскими сейчас стоит очень серьезная задача – по контролю за освобожденными из мест лишения свободы. В настоящее время освобождаются люди, совершившие тяжкие преступления из мест лишения свободы. У меня вопрос, кто и как контролирует, отслеживает их передвижение, их поведение, учет какой-то, кто ведет. Правоохранители пояснили, за этой категорией контроль идет еще до освобождения. Перед тем, как заключенный покинет стены исправительного заведения, руководство делает запрос в предполагаемое место его дальнейшего проживания. Выясняет, есть ли где жить гражданину и напоминает о необходимом наблюдении. Так что взяться за старое этим людям будет очень сложно. Тем более, что охрану правопорядка в этом году усилят с помощью народных дружинников. В настоящий момент 62 человека зарегистрировано. По количеству обучающихся, я вам точную цифру не скажу, но достаточно для того, чтобы начать охрану общественного порядка на территории города. Практический эффект мы сможем сказать с начала февраля. То есть в настоящий момент они заканчивают обучение. Если все получится, то в феврале месяце они выйдут на охрану общественного порядка. Помогут дружинники, возможно, и в другом не менее важном вопросе. У нас каждое второе обращение практически граждан составляет характер безопасности детей в целом на детских площадках, ну и вообще по дороге в школу и так далее, куда они ходят. Количество нарушений, конечно, мы понимаем, что количество участковых сокращено, но все же ваше видение по этому поводу безопасности именно детей на детских площадках, ну и вообще в общественных местах. Тему незаконной торговли спиртным на Думе тоже затронули. Заметили, что штрафы на недобросовестных предпринимателей абсолютно не действуют. Выручка покрывает и эти расходы. Решать проблему нужно на федеральном уровне. Городские же депутаты намерены подготовить предложение. Депутаты поддержали инициативу городской администрации и приняли решение об обращении в законодательное собрание. В областной закон об административных нарушениях предлагается внести изменения, которые позволят расширить круг должностных лиц, имеющих право фиксировать административные нарушения. Сегодня в Благовещенске составлять протоколы о правонарушениях могут только члены административной комиссии, а их всего 9 человек. Раньше такая функция была и у участковых уполномоченных, но в связи с изменениями законодательства о полиции благоустройство больше не в их юрисдикции. Сейчас, к сожалению, не занимаются участковыми вынесением составления административного протокола по правам благоустройства. Мы заполняем этот вакуум своими сотрудниками администрации, которые и так должны муниципальные контроли осуществлять. В рамках этого они будут вместо участкового по правам благоустройства выписывать протоколы. Вот и все. Если областные депутаты поддержат своих городских коллег, в Благовещенске контролировать исполнение правил благоустройства смогут еще 12 человек. Возможно, это будут руководители профильных управлений. В Благовещенской городской думе сформировалась вторая фракция, коммунистическая. В нее вошли три депутата – Максим Ноженкин, Роман Борило и Нина Тимкова. Первая фракция, объединившая депутатов от «Единой России», сформировалась практически сразу после осенних выборов. В нее вошли 24 человека. Вторая – коммунистическая сегодня. Еще трое остались вне депутатских групп. Два представителя Либерально-демократической партии – Андрей Кузьмин и Сергей Завьялов – и депутат от местного отделения Российской партии пенсионеров за справедливость Игорь Чеглаков. Всего в городской думе работают 30 народных избранников. В пятницу в Благовещенске прошел Совет муниципальных образований Амурской области. Представители власти со всех уголков при Амуре обсудили пути увеличения налоговых доходов в местные бюджеты, а также переизбрали правление ассоциации. На должность председателя Совета единогласно выбрали мэра Белогорска Станислава Милюкова. Он сменил Павла Штейна, у которого истек срок полномочий. Руководил ассоциацией опытный управленец пять лет. По его убеждению, роль муниципальной власти в жизни всей страны переоценить невозможно. Между президентом и народом есть министры, есть полпреды, есть губернаторы, есть мы. Между губернаторами и народом есть мы, а между нами и народом никого нет. Мы один к одному лицом, что называется, лицом к лицу с народом. И, конечно, лучше нас никто не знает, все проблемы, чаяния, беды. Должность одного из четырех замов доверили председателю Благовещенской думы Владимиру Кобелеву. В Совете он будет курировать законодательные инициативы. Для мобилизации всех усилий правление будет работать для всех муниципалитетов. Ну, для примера, допустим, взять, есть проблема в каком-либо муниципалитете, ассоциация принимает решение, и уже правление выезжает, оказывает уже методическую помощь на месте любому муниципалитету. В состав правления собравшиеся избрали в том числе и мэра Благовещенской Александра Козлова. Закончив с протокольными вопросами, Совет переключился на злободневные темы, такие как увеличение налоговых доходов в местные бюджеты. Поделился опытом в этой сфере с коллегами Станислав Милюков. Мы упор сделали на три налога. Это налог на имущество физических лиц, земельный налог и ЕНВД. Мы сознательно не касались НДФЛа, самого больного налога нашего. Почему? Потому что этот налог зависит от состояния экономики. Что бы в стране ни проходило, какие бы события не были, эти три налоги, полнота их уплаты зависит только от качества баз, которые имеются в налоговой инспекции. За прошедший год, благодаря составлению качественной базы налогоплательщиков, Белогорский бюджет получил дополнительно 30 миллионов рублей. Претворять в жизнь уже отработанную схему теперь планируют и в остальных районах Преамурья. Ведь именно обмен опытом и взаимовыручка – основные задачи Совета муниципальных образований. Ассоциация успешно работает в Преамурье с 2004 года. В нее входят все 311 муниципальных образований области. И на сегодня это все. Благодарю вас за внимание и до встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин